Пришла страшная новость. Буквально вот я закончил концерт здесь в Хабаровске и просто я потрясен этой новостью, потому что комментировать это совершенно у меня нету никаких никакого желания, потому что я не верю в это. Потому что Елена Васильевна Образцова это самый добрый, самый веселый, самый гениальный человек на свете. Это уникальная дива, которая действительно последняя из Магикана, ее можно назвать. Мне посчастливилось с ней общаться, мы очень дружили. Это было первый раз в Иркутске 10 лет назад, мне посчастливилось с ней выступать на одной сцене. Первый раз это была французская программа и буквально с первой же репетиции это было какое-то уникальное единение, уникальная импровизация. Все происходило на сцене. Через две недели после этого, я как сейчас вспоминаю, мы сыграли джазовый концепт в Большом зале консерватории, что чем наповал убили ее пожилых поклонниц. Она была всегда такой авантюрной женщиной в хорошем смысле слова, она шла на риск, шла на эксперименты, она была абсолютно потрясающей в драматическом театре, скажем, у Виктюка. Я видел несколько спектаклей, абсолютно органично была в этом. Ее пиковая дама, это просто золотой репертуар, это бриллиант, каждое проявление ее на сцене, перевоплощение фантастическое, актерское, и голос, конечно, который всегда был до последнего времени абсолютно звучащий, именно вот ее ни с кем не спутаешь, понимаете. Чем отличаются гениальные музыканты тем, когда ты не видишь, кто это исполняет, ты понимаешь, что это Елена Васильевна образцовая. Знаете, она была человеком с фантастическим чувством юмора, она была какой-то совершенно такой уникальной анекдотчицей. Знаете, когда мы с ней встречались или перезванивались, это всегда был новый анекдот. У меня есть подозрение, что она сама их придумывала, потому что это был полный эксклюзив от образцовой, такой, знаете, с уникальным юмором, как правило, всегда с очень крепкими словечками образцовскими, но это из ее уст всегда лилось, как будто это была оперная ария очередная. Вот она была мастером розыгрышей. Я никогда не забуду первую пресс-конференцию на фестивале «Звезды на Байкале» в Иркутске, когда она всем журналистам объявила, что сегодня мы с Денисом Ацуевым помолвлены. Вот у всех был шок, у кого-то упали камеры. Потом она сказала, говорит, я не подозревала, что у тебя в Иркутске так плохо все с юмором. Вот она была мастер на такие экспромты. Вот. Абсолютно не верится. Буквально недавно мы делали вместе концерт в памяти Святослава Игоревича Белзы. Я не знаю, как быть безобразцовой. Наша культура понесла просто огромную трату. И Ирна Васильевна, мы с вами.